Всем привет! Мы уже в терминале, в третьем терминале аэропорта Heathrow Лондон. Сейчас мы идем проходить через security, через охрану, потом мы будем уже в бизнес-зале. Надеюсь, там разрешат снять, и я смогу немного поснимать. До скорой встречи! Привет! Я уже в бизнес-зале, мы прошли уже через досмотр, через дьюти-фри магазинчики, терминал, третий терминал, аэропорта Heathrow. Находимся сейчас уже в бизнес-зале британских авиалиний, называется Galleries, по-моему. Мы немного пробежались по магазинам, как всегда. Мне очень нравится лондонский аэропорт. Здесь очень много магазинов, можно гулять, посмотреть, кое-что купить. Я очень люблю аэропорт. Ну а в бизнес-зале здесь британских авиалиний. Вот такой приличный большой зал. Еда также, горячая еда, напитки холодные, алкогольные. То есть, все очень даже неплохо, мягкие сиденья, столы. Вот я себе уже взяла, буду сейчас съесть супчик. На первое. Ну и не изменяя традиции, сок. Томатный сок. Также уже набралась и в магазин, жернаточков сейчас почитаю немного. Так, общий вид вот такой. Ой, это только один зал, тут несколько залов. Вот там вот как раз можно покушать. Еда находится. Куда я потом и отправлюсь снова попробовать, пока мы ждем. Наш самолет, как я уже говорила, на Лиссабон. Так, суп я уже съела. Очень было даже неплохо. Теперь вот время настало второго. Это я взяла чили кон карны называется мексиканское, да? Не совсем, конечно, английское. Но попробуем, что это. Как оно здесь, вкусное или нет. Очень даже ничего. Да, вкусненько. Здесь очень тихо. Чем и отличается, наверное, от общего зала, да, очень тихо. То есть приходится очень тихо говорить. Не хочу никого беспокоить здесь, да, чтобы не обращали особо внимания. Потому что, как только включаешь камеру, сразу со всех сторон у тебя начинает смотреть. Ну, чем бизнес-зал хорош, да, то, что здесь тихо, здесь более удобное сидение, бесплатный интернет и, конечно, достаточно уже розеток. То есть здесь нет проблем, как в общем зале, да, в общем зале очень трудно найти розетку. А в бизнес-залах очень много розеток, то есть в этом проблем нет. Хотя, казалось бы, зачем они нужны, эти розетки, когда есть достаточно батареи в ноутбуке, но когда путешествуешь очень долго, да, иногда необходимо пользоваться розеткой. И очень многие просто заряжают телефон. Так я заметила. Ну, все. Я, наверное, рассказала, да? Ну, так же предлагают в бизнес-зале, что, как я уже говорила, да, напитки. Кому-то, конечно, хочется сразу, кто-то кидается сразу к спиртным напиткам. Я спиртные напитки не пью, поэтому я сразу бросаюсь на еду. Ну, вроде все рассказала. Если что, будет интересно знать о бизнес-зале, задавайте вопросы. А, да, ну, как попасть в бизнес-зал? Мы не платим за бизнес-зал, там, вы можете заплатить, да, но это отдельная сумма. Не знаю, сколько стоит. Мы просто, мы летаем с британскими авиалиниями, и у нас набор карты, да, набор мили. И вот мы набрали столько мили, достаточно, что у нас есть бесплатный, да, вход в бизнес-зал британских авиалиний. Также, когда мы летаем с британскими авиалиниями. То есть, если мы полетим с другой компанией, мы уже не сможем зайти в этот бизнес-зал. А, летая с британскими авиалиниями, с этой картой, вот у нас карта Сильвер, серебряная карточка, и мы можем, конечно, посещать бизнес-зал. Так вот мы и попали в эти бизнес-залы. Ну, все. Спасибо за то, что посмотрели. Следите за моими видео, подписывайтесь. Ну, а я продолжу ужин перед полетом в Лиссабон. До новых встреч. С вами была Жанна. Пока. Субтитры подогнал «Симон»